Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси, вы смотрите передачу эпичные бои и сегодня я хотел бы показать вам довольно интересный бой на советском тяжелом танке ИС-4. В принципе машина неплохая, имеет хорошее круговое бронирование и более-менее точное орудие с не очень долгой перезарядкой. Итак, игрок поехал на верхнюю часть карты, сюда же поехали союзники, то есть их довольно много, что по-моему редкость, обычно все едут в город, а тут мало кто находится. Пока что игрок ждет ошибок противника, особо не несется вперед и старается тут выцелить вражеских СТшек, но особо это пока что не получается. Тут неожиданно появляется FV215B183 и этот игрок наверное подумал, что сейчас он вылезет, даст кому-нибудь ваншот и заедет обратно, но у него ничего не получилось на этот раз и сразу же он отправился в ангар. Ну в принципе все мы делаем иногда глупые ошибки и не стоит сразу же по одной ошибке как-то судить игрока, так что пока что не будем ничего о нем говорить. Ну и тут еще удалось немного нанести урона Т110Е5 и далее тут встречается Лёва, который прячется за горой, но удается все равно нанести ему урон. Справа находится Т-62, не знаю что он там делает, с его-то скоростью он мог уже давно уехать отсюда и не стоять тут ждать своей смерти, потому что перестреливаться в ближнем бою с тяжелыми танками это абсолютная глупость, так ни в коем случае делать нельзя. На среднем танке нужно действовать по-другому, там например уехать отсюда, занять какую-нибудь интересную позицию и оттуда расстреливать врагов, а не стоять и ждать пока например наш герой поедет и начнет его давить. Ну и Т-62 сливается, Лёва тут пытается нанести урон, но не пробивает ИС-4 в борт, борта у него просто шикарные, действительно сложно пробить туда и конечно таким преимуществом нужно обязательно пользоваться. Засвечивается тут ПТшка, отхватывает в борт от нашего героя и уже отползает назад. Тут ее правда не очень хорошо видно, но все равно можно стрелять, потому что время есть, можно особо не беспокоиться о том, что арта накинет, потому что ее нету. И я заметил, что когда арты нету или ее очень мало в бою, или она просто не опасная, то можно гораздо точнее выследовать противников, потому что не нужно двигаться, не нужно искать укрытие, рассчитывать время, когда вас засветили и сколько еще есть времени например для того, чтобы куда-то заныкаться. Ну и вот все тот же Лёва, даже он никуда не уехал, хотя у него было полно времени, мог бы и занять уже давно какую-нибудь другую позицию, где он мог утанковывать башни хотя бы или еще что-то сделать, а так он просто слился и можно сказать никак не помог своей команде. Хотя он всего лишь танк 8 уровня, но все равно ни в коем случае так не делайте, друзья. Старайтесь занять какую-то позицию на таких танках, где вы сможете вытанковывать урон и как-то особо не подставляться под врага, хотя бы чтобы ему сложно было вас уничтожить. Заметьте, наш герой два раза не пробивает вафли фугасным снарядом, и это конечно забавно, но на самом деле он не совсем точно по ней стрелял. Тут еще приезжает Як-Панзер Е100, у него очень опасная пушка и поэтому подставляться под него ни в коем случае нельзя, нужно грамотно танковать, например, бортами или башней, хотя он и в башню может в принципе пробить, но не всегда, конечно же. Главное, в общем, сейчас как-то развести его на выстрел, вот он все-таки стреляет, наш С-4 пользуется этим, попадает в НЛД, это, наверное, его самое слабое место, куда еще и поджечь можно. Дальше наш герой пытается танковать бортами, и у него это выходит, Як-Панзер Е100 не пробивает, и, как я говорил, действительно у С-4 очень крепкие борта, и нужно обязательно танковать ими. Тут подкрался неожиданно Як-Тигр, наносит он урон, удается продамажить его, снова не пробивает Як-Панзер Е100, уж не знаю, куда он попал, возможно, снова в борт, снова сюда едет Як-Тигр, он не пробивает, и удается его уничтожить. Ну и теперь нужно как-то разобраться с Як-Панзер Е100, главное просто так не выезжать на него, но игрок это делает и совершает очень большую ошибку, Як-Панзер Е100 поджигает нашего героя, и он теряет очень много прочности, примерно 1600, ну, может, чуть меньше, и это, конечно, очень серьезная ошибка сейчас была, нельзя было просто так нестись вперед, и думаешь, что Як-Панзер Е100 и да не пробьет, и вообще его тут нету. Игрок наверняка понял свою ошибку, и теперь приходится играть еще аккуратнее, чем раньше. ПТ-шка не выезжает, у ней теперь тоже ХП нету, ее можно уничтожить с одного выстрела, ну, и она, конечно, может легко забрать нашего героя, возможно, даже и фугасом. Поэтому что-либо делать сейчас крайне опасно, любая ошибка им может последовать слив. Можно, например, попробовать вытанковать бортом, но никто не гарантирует, что Як-Панзер Е100 не будет стрелять фугасным снарядом, который вполне может там снести 500 хп и забрать нашего героя. Поэтому приходится тут как-то крутиться, уже ИС-4 отъезжает довольно далеко, засвечивается ПТ-шка, к счастью, она не пробивает в лоб башни, хотя могла, такая вероятность есть, хотя у ИС-4 башни довольно крепкая. Далее ИС-4 увидел тут китайца, БЗ-111, 1-4, и удается нанести ему урон прямо в башню, да, конечно, везение. Китаец пытается тут нанести урон, пока у нашего героя КД, но у него это не выходит, хотя все-таки он тут выбрал позицию, нанес всего 100 урона, но сломал боеукладку, а чинить ее нечем. И теперь перезарядка целых 20 секунд. А осталось два противника. Ну тут Як-Панзер Е100, конечно, совершает огромную ошибку. Вполне он мог подождать, пока ВЗ-шка там объедет, к тому же она довольно быстрая, и потом вместе они могли как-то скоординироваться и уничтожить ИС-4. ВЗ-шка не пробивает, но правда наш герой тоже. И, конечно, ситуация крайне плачевная, потому что с такой перезарядкой очень сложно дамажить противника, но, к счастью, он об этом не подозревает. Снова не пробивает, вернее, ломает всего лишь гусеницу. Тут он выезжает, и, казалось бы, мог он пробить, но не нанес урон, но сломал всего лишь гусеницу. Не знаю, как он там стреляет, хотя с его углами вертикальной наводки везде неудобно стрелять. Ну и удается его уничтожить. Итак, вот результат этого боя. Медальки, стальная стена и основной калибр, а также звание мастера. 9500 дамага, ну почти, и 4 фрага. В целом, очень даже неплохой бой, как для ИС-4. И мне точно он понравился, надеюсь, и вам тоже. Желаю вам всего самого наилучшего. Не забывайте подписываться на канал, друзья, если для этого еще не сделали. Если сделали, то огромное спасибо. Также ставьте лайки, так как это очень сильно поддерживает меня и дает силы делать видео и дальше. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok